Девушки отдыхают Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Врача, быстрее! Нормально, царь! Женщина, быстро, сын! Раз, два, взяли! Поехали! Машина! СМК, быстро! Возможно, это неосознанные движения. Воспоминания какие-то или галлюцинации. Такое бывает в таком состоянии. Воспоминания — это хорошо, значит, организм борется. СМК, быстро! Воспоминания — это хорошо, значит, организм борется. Воспоминания — это хорошо, значит, организм борется. Воспоминания — это хорошо, значит, организм борется в пиццентрическом борьбе. Вы что, охренели все? А? В казарме первого курса. Ты что делаешь? Ты тогда пример показываешь. Короче, всем рапорт накатаем. Я числу нахрен. Тебе это надо? А? Короче, быстро привели себя в порядок. И ко мне в кабинет. Бегом, вашу мать! Бегом. В общем так, капитан Габдулин доложил мне, что вы вчера натворили в казарме первого курса. Я не собираюсь здесь с вами нянчиться. Будем отчислять всех зачинщиков. Выяснили, из-за чего весь этот беспредел? Не признается господин полковник. Ясно. Героев из себя строите, да? Адвокаты хреновы! Значит будем отчислять всех! Дай мне список. Разрешите обратиться, господин полковник? Ну попробуй. Господин полковник, во всем вина вот я. Это все произошло из-за меня. Шаг вперед! Фамилия? Забикуллин. Ты уверен в своих словах? Так точно, господин полковник. Ну что ж, значит будем отчислять Забикулина. Можно? Можно Машку-забяшку! Обращаться к старшему по званию, по форме. Не учили что ли? Разрешите обратиться, господин полковник. Шаг вперед! Фамилия! Акшалов! Говори. Он не виноват. Это все из-за меня началось. Я во всем виноват. И готов поднести наказание. Это что? Двоих будем отчислять? Никак нет. Забикуллин и все остальные не виноваты. Я специально всех позвал. В душевую. Наврал своего друга, однокрустника, Аскара. Что меня хотят избить. Он просто хотел помочь. По незнанке. А старшекрустников я спровоцировал, господин полковник. Так. Акшалов. Ты же понимаешь, что тебя ждет? Так точно. Все понимаю. И поэтому должен понести за содеянное ответственность. Ну что ж. Собирай тогда вещи. Ты больше не курсант нашего института. Ты отчислен. Подготовить документы на отчисление. Есть подготовить документы. А остальным четыре наряда вне очереди. Так точно. Громче! Так точно. Налево. Свободный. И погоны снимите с этого Акшалова. Капитана, вы останьтесь. Слушай, Акшалов. Хотел сказать тебе спасибо. Честно, это чисто мужской поступок. Спасибо. Я даже не знаю, что еще сказать. Да нормально все, брат. Серьезно? Ты что, не жалеешь, что уходишь из КТИ? Да нет, ты что, завязывай. Как раз я не хотел служить. Наоборот, для меня был шанс уйти на гражданку. А серьезно? Да. Блин, а я-то думаю, зачем ты такие слова говорил у Амирова? Вот я свое отслужил. Теперь снова кафешки, киношки, хаздарики. Что там? Может, вместе? А не завязывай. Я должен институт закончить. Я честно хочу стать пожарным. Красавчик. Ну, тогда что? На гражданке увидимся. А, раз, да. Посылка жирп драм. Хаджас драм. Что там, чекитар халасинер, все нормально? Да. Как все? Рахмет чекитар от души. Чекитар кэнсинер. Ахшал, красавчик, братишка. От души, брат. Охашов. Жалко, что от тебя отчисленнее. Да не, мне вообще не жалко. Да, если честно, он сюда, в КТИ, не по своей воле поступал. Понятно. Асхар, я, по идее, к тебе пришел. Слушаю. Рахмет. Сегодня ты все хотел на себя взять, а потом Ахшал в куслу, да. В общем, чекитар рахмет. Это, Асхар, чисто знак благодарности. Это мой ремень. С сегодняшнего дня в КТИ ты мой братишка. Будут проблемы, обращайся. Базаршук толстый. Рахмет, братан. Ну, действительно, базара нет. Смотри, надпись. Не дави на животик. Да, это традиция. И что? Что, братан, мы обрады не варма? Поним, если честно, я дашечу, братан, ты что? По-любому, очистил. Рахмет, практически. Даша. Ну, ехать пора. Все. Ну, да, хотя бы мы тебя проводим. Китик. Чеш. Ладно, я не знаю, я не знаю. Ты не пропадай, Акшалов. Ховарластыр не забывай про нас. Не связи. Не связи. Не связи. Не связи. Братан, танысканыма, азбосада біржеде сужу теткенме куаныш тым. Серьезно. Души. Все. Давай, братеш, командир. Души. Все. Аскар. Да. Давай. На аренсе, жив. Сейчас узнаем. Саламу альгаму, Чиктар. И чё, не стивишь наш? Или ещё раз хотите хапнуть? Чё, братан, мы хотели извинения попросить. Короче, без кодурсом есть, братан. Мы реально попутали, без обид. И хотели возместить. Как ты хочешь возместить? Эй, института сень, абруин гамаду. Ну, ты теперь должен километрами нас обходить. Понял? Нет, братан. Реально, басы истинбея калд. Братан, за косяк койт перей норына. Он да бар, тастархан жайындар. Но сперва, у пацанов прощения попроси. Чиктар. Реально, мы попутали. Мой индаймы, чиктар. Киналмыз. Ренжмендиш. Темболе, Аскар. Семен төбелескен енген. Басқа қаншауып кеттетіп, өз-өзім тұстаймай қалмын. Ренжмен, брат. Жигит пысо. Батна, заме али. Тоштым, ай, брат? Да-да, нормально. Все, он да. Бір сааттын казармада күтеміз. Тастархан жанат койамыз. Лимонад, буратино, көктейін бәрі олады жигиттер. Кендер, күтеміз. Все, братан, кеттік. Адырбаев. Угоншайся. Не понял. Угоншайся, говорю. Все же из-за этой фигни началось. Базара нет, брат. Считается. Лимонад, күтеміз. Бұл пай念тен бөрекем. Нормально. Бұл братан онда, күтеміз. Күтеміз дейсей. Я не знаю, что я не могу. Не, я не знаю. Я не знаю, я не знаю. Все, что ты не можешь. Кстати, Нархан, у нас есть белый дом. Что, серьезно? Да. Он всегда сақтает парадную форму, белый, всегда сақтает. Еще все так аккуратно. Даже у нас дочками нет такого порядка в шкафу, А как у него? Настенький, он не сон и поет dining. Мам, вы получаете семью, вы будете прийти к тему. Дархан, мама, батарька на полном. Я их тоже, если делась, не нужно, Abraham. Най так, а вы будете прийти к тему. Мы до сих пор будем прийти к тему. Поехали. Біз бір-бірімізді еш вақытта қалдырмаймыз. Тембіле батырларымызды. Ой, айна алайын. Ұнтымақтарың берік болсын. Эй, Алла тағылам. Бала-мама, не сен жасылып кетсіген. Жүріңіз, апа. Жақсы, сағын. Сағын, қыздар. Аңель? Аңель. Аңель, привет. Здравствуйте, дорога. Как Аскар? Он пришел с себя? А нет, Аскар еще не пришел с себя. Ну, состояние стабильное. Как ты сама держишься? Держусь. Переживаю очень сильно. Мама, папа, все переживают. И нас не пускают к нему. Сейчас никого не пускают. Нас тоже не пускают к нему. Кстати, с министерства представители приехали. Они сейчас с врачами разговаривают. Возможно, мы что-нибудь узнаем. Вот и они, кстати, идут. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Анель Забикулина, супруга нашего бойца. Здравствуйте, Анель. Мое имя Бауржан. Извините, что не предупредили вас. Мы лично приехали взять под контроль. Узнали состояние нашего бойца. Так что не переживайте. Надеюсь, все будет замечательно. И он справится. Спасибо большое за переживание. Ну, как не переживать. Мы все переживаем за нашего бойца. Переговорили лично с врачами. Узнали что да как, что необходимо. Так что, если вам что-то нужно, звоните в любое время. Постараюсь решить лично. Спасибо, что вы пришли. Я обязательно передам это Оскару. И я бы хотела с ним увидеться. Потому что со вчерашнего дня нас к нему не пускают. Хорошо. Я понял. Я постараюсь переговорить с врачами. Ну, во всяком случае, спасибо вам. Анель, это вам спасибо. Спасибо таким женам, что наши бойцы чувствуют надежный тыл. Так что, извините, нам пора бежать. Вы, если что, звоните. Айдар, возьми все сам на контроль. Так и очень. Все. До свидания. Слава у нас. Ничего себе. С министерства приехали. Вот видишь, Анель, какое у нас пожарное братство. Никого в беде не оставят. Начиная от министерства до рядового пожарного. Да. Теперь понимаю, почему Оскар так любит свою работу. Анель, я извиняюсь, что вчера не приехал. Да с этим пожаром, блин, разбирался. Кстати, вот ребята там продукты передали. Спасибо. Но медсестра сказала, что пока ему ничего нельзя. Ну, тогда дочкам возьми, хорошо. Ты не переживай. Оскар, он выдержит. Оскар настоящий мужик. Больше скажу. Для меня лично он, он уже давным-давно герой. Он не рассказывал ей с Орю, как ко мне на работу устраивался? Мне нет. Но о Дюше много чего рассказывал. Ну, бездес он да его, асхар. Он не любит хвастаться. Он считает, что это долг каждого пожарного. Но моя семья этот день запомнит надолго. Это был 2015-2016 год. Он тогда первый день пришел устраиваться ко мне в части. КОНЕЦ Ну, хорошо. Служи. Здравия желаю, господин майор. Здравия желаю, господин лейтенант. Как зовут? Оскар. Лейтенант Забикуллин Оскар. Забикуллин Оскар. Это яичник? Так точно, господин майор. Молодец. Значит, это ты, да, ко мне пришел? Так, рекомендации отличные, физподготовка положительная все. Ну, молодец. Добро пожаловать в часть, так говорится. Потихоньку осваивайся. А ведь пока что в роду есть пожарная? Никак нет, господин майор. Я первый, так сказать, доброволец. Вот направление с института. Добровольцы генджахсу. Ну, хорошо. У меня тут главное в части что? Соблюдение устава обязательно. Дисциплина. Ну, как говорится, часть это же одна большая семья, ты же знаешь. Мы здесь поддерживаем друг друга. Так что добро пожаловать в семью. Так точно, господин майор. Надеюсь, не подведу. Ну, давай. Знакомься с личным составом, а потом ко мне в кабинет. Есть, господин майор. Ну, жду доброволец. Завязывай. Завязывай, господин майор. Здравствуйте, господин лейтенант. Здравствуйте. Если мы не будем, мы будем жить вместе с нашим. Я, Аян. Очень приятно. Я, Айбек, я понимаю. Спасибо. Меня руководитель. Так что я делаю. Да, истит. Приятно. Поехали, кофе или что-то по крепче? Что, Рахмед? Шумстегург? Турсайдос, шумстегург. Так, господа, почему нарушаем форму одежды? В кабинете жарко у нас. Тем более, кондюр не работает. Казар, вызов жёг, где мало отравомцов? Да, мы полгода назад просили починить. Я понимаю, жарко, но устав надо соблюдать. И вызов барма жопа, какая разница? Каждая минута на счету. Шехтер, дружба дружбой, а служба службой. Так что давайте соблюдать устав. Давайте Хеймингер, а кондюр сами могли починить. Но если бы мы не были в электрике, кондюр жёг, мы пожарим. Пожарная часть – это наш второй дом. Действительно, могли бы хотя бы попытаться его починить. Энгболмаса толковый блюд шахармайстеннарма, танцы электрик тэринг баршар. Бар-бар. Исправим. А эти сейчас оденутся по уставу. Чё стоим? Кинсиныш? Жарять ми хаскелем. Но когда я вернусь, что все по уставу были одеты? Понятно? Я и не слышу ответа. Так точно, так точно, так точно. Всё. Всё. Ну, в общем-то, не слышу ответа. А я, Минкен, берсенду ослыш? И строит не себе чё. Я мачка жена жер. Астат налуда. Так керри вы знаете? Палюбом надо одеться. Я жал, бурсайтад. Камандир ослышно его выруху. А вы действительно расслабы болны. Так я, походу. Ага, кандидор джонди вас лыча. Что здесь? Форма здесь. Алло, Жан Халайсин. Привет. У тебя как? Жан, я чего хотел сказать. Я армашку не смогу забрать с тренировки. Уйду, Балдар Микелеверсин. Хорошо? Хорошо. А нет? Жумускуп? Ну, Жумускуп Тигенди нет. У нас сегодня футбол же. Ой, бастал да. Сол с Мухтаром хотел бы посмотреть. Ну, ты не обижайся, ладно? Ладно, давай. Все, Жан, давай. Люблю целую. Да. Господин майор, разрешите войти? Заходи, Асхар. Че, как? Осваиваешься? Да, нормально. Вот познакомился я с личным составом. Торос, молодец. Так, Забикулин, к тебе одна просьба есть. Надо помочь. А что за просьба? Здесь у нас на районе один объект строится. Сухан, директор, постоянно к нам звонит. Просит совета, чтоб мы ему помогли по системе пожарной безопасности. Да, подсказали, где повесить планы эвакуации, какие огнетушители купить. С другой стороны, он прав, все заранее продумывает. У тебя взгляд свежий. Я думаю, без проблем ты все объяснишь. Да, конечно, без проблем. Вот после работы заеду и все подробно объясню. Да? Вот, на. Это адрес. Только сегодня вечером, хорошо? Да, конечно, все позаветую. Разрешите идти? Все, иди давай. Разрешаю. Алло, Муха Халасин. Что? Саламу алейкум. Сегодня вечером к тебе новичок один придет? С моей работой. Угу. Ну, объяснит. Где план эвакуации повесить, там, огнетушитель. Ты же у меня постоянно спрашивал. Вроде толковый парень, только вот КТИ закончил. Ой, рахмед, адики. Хорошо. Короче, просьба одна есть. Ты ему в конце взятку предложи. Ой, опять твои проверки, что ли? Ну, ты же знаешь, я не люблю себя коррупционеров держать. Ладно, ладно. Но больше меня не втягивайте в свои проверки. Эй, все, Кость, взломашь, а? Взломашь, Муха. Как будто каждый раз прошу. Все, давай, вечером увидимся. Ладно, ладно. Футбол варимся. Давай. Ну, проверим нашего Забикулина. Достал! Достал! Постой! 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 Достал! Ты что сделал? Арман, прости. Хотел слегка пнуть. Теперь иди за мячом. Я не умею плавать. Блин, меня теперь папа убьет. Он сказал, что поосторожней будь с мячом. Да, ты чего так из-за мячика? Другой купишь. Ты не знаешь моего папу? Он сказал, что это дорогой мячик? Сам пойду за ним. Короче, все осмотрел. Вроде нормально все. И вообще, надо поставить план эвакуации на каждом этаже. И обязательно качественные порошковые огнетушители. А углекислотные огнетушители не подойдут? В принципе, подойдут. Но их нельзя использовать в маленьких помещениях. Ну, спасибо за советы. А это вам, так сказать, за содействие. Что это? Ну, как что? Вы уделили время. И, так сказать, дальнейшее наше сотрудничество. Давайте без этого, хорошо? Это наша работа. И чем безопаснее будет ваш объект, тем лучше для нас всех. А на эти деньги лучше купите что-нибудь полезное для своего кафе. Например, те же порошковые огнетушители. Всего доброго. Помогите! Помогите! Тяга, там наш друг стоит! Помогите! 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 Здравия желаю, капитан Хапасов. Халас, нормально все? Да, нормально все. Просто немного замерз. Пострадавшего знаете? Нет, не знаю. Я просто мимо шел, услышал крики о помощи и сразу туда побежал. А ты молодец, лейтенант. Никто кроме тебя в воду не полез. А тебя вон, столько зевак было. Все умеют только на телефоны снимать. Главное, мальчик в порядке? Да, с ним все нормально. Главное, ты вовремя его из воды вытащил. Молодец. Ну, это главное. Давно в МЧС работаешь? Нет. Первый день. Вам, кстати, ваше приехали. Ладно, так сказать, с первым крещением тебя. Удачи всем. А вам Бог. Арман! Балам! Арман! Где мой сын? А? Что случилось? Здесь. Я не хотела лезть в реку. Туда. Я мячик уронил. Подожди, я что-то понять не могу. Какая река? Какой мячик? Доктор, как состояние моего сына? С вашим сыном все в порядке. Немного воды наглотался. Я ему дал противовирусные таблетки. Сейчас состояние стабильное. А что произошло вообще? Ваш сын чуть не утонул в реке. Как? Я же тебе говорила. Жан, успокойся, пожалуйста. До сих пор не могу понять. Здравия желаю, господин майор. Аскар, ты что здесь делаешь? Почему в таком виде? Этот молодой человек спас вашего ребенка? Если бы не он, то я не знаю, что было бы. Утонул бы он. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok